Нарушений нет, а вот недовольства более чем достаточно. Опасные отходы с территории бывшего Усолья-Химпрома могут быть перевезены на захоронение в Братский Ангарск. Естественно, жители этих городов против такого развития событий. Почему наследие советской промышленности нельзя оставить на территории закрытого предприятия, разбирался Евгений Шоев. Насколько большими бывают опухоли? Эта, которая находится в Усолье, имеет площадь 600 гектаров. О ее злокачественности уже давно знает весь регион. Территория бывшего Химпрома – это более 140 промышленных корпусов, 50 километров подземных коммуникаций и около 120 тысяч тонн ртуть-содержащих отходов. В ближайшее время опухоль может дать метастазы. Проект демеркуризации предусматривает перевозку опасных веществ в другие города области. Посмотрели 632 тонны ртути, это еще где-то 123 тысячи тонн. Это будет ртуть содержащих отходов, которые будем демеркуризировать и перевозить. Либо в 7-й кубань цветметр для 1-й, 2-й класс опасности. И часть, которую мы переводим, это появится у нас в Братск. Это 3-й класс опасности. Причем не только в Братск, но и Ангарск. Вообще к 3-му классу относятся вещества умеренно опасные. А значит, с территории Химпрома повезут не ртуть, а спецодежду, старые противогазы, резиновую обувь и отходы грунта, которые останутся после проведения земляных работ. Но даже эта информация произвела в северной столице региона эффект разорвавшейся бомбы. С нами никто не посоветовался, нас никто ни о чем не спросил. Мы категорически возражаем. Почему возражаем? Ну, все знают экологическую ситуацию в городе Братске. Федеральный центр, городские власти, руководители предприятий прилагают массу усилий, финансовых затрат для того, чтобы улучшить экологию в городе. А областное правительство принимает такое решение. Впрочем, принятое решение имеет веские причины. Отходы необходимо размещать на специальном полигоне. В Усольском районе таких нет. В Братске и Ангарске есть. В этих городах нашлись и организации, которые готовы на своих территориях утилизировать отходы. В общей сложности речь идет о 35 тысячах тонн опасных материалов. Тем не менее, пока все эти инициативы существуют только на словах и на бумаге. Проект демеркуризации проходит госэкспертизу. В случае положительного заключения жителям Братска и Ангарска стоит быть готовым к тому, что к ним начнут свозить не просто мусор, а опасные вещества. Евгений Шоев, новости по будням.